У нас сейчас будет операция виртуальной реальности. Для этого нужно будет одеть очки, нужны будут манипуляторы, с помощью которых выбираются инструменты и, соответственно, проводим операцию. В виртуальном хирургическом кабинете все как в реальности, только без затрат на медицинские материалы. Здесь студенты-медики могут обучиться делать экстренные операции, не выходя из стен вуза. Например, трахеостомию, чтобы спасти пациента у врача в распоряжении считанные минуты, в течение которых он должен восстановить дыхание. Также можно освоить принципы каникотомии. Эта хирургическая манипуляция может понадобиться для спасения жизни даже здорового человека, в случае, когда в горле застрял кусочек пищи. Медики говорят, что в виртуальной реальности можно отработать правильный алгоритм действий. Я считаю, что это внесет большой вклад в образовательную программу, как студентов, так и медических ординаторов, и уже врачей. Потому что в условиях одного кабинета сразу несколько специалистов могут провести операцию, изучить ее и в какой-то мере освоить. И уже придя в реальную операционную, они понимают, какой этап операции, что нужно делать. В виртуальной реальности подобные операции на мягких тканях еще не проводились. Самарская разработка заинтересовала специалистов во всем мире. Во всемирной паутине за 4 месяца ее скачали более 10 тысяч раз. В ближайшее время программисты планируют завершить разработку виртуальной операции по резекции щитовидной железы. У нас полностью смоделировано и тело человека, и все реакции, которые сопровождаются во время операции. Соответственно, студент выбирает необходимый инструмент и может провести ту или иную манипуляцию. Разработчики создали и виртуальную больницу по проекту «Бережливая поликлиника». Здесь можно провести полноценный прием пациента. Сейчас мы находимся в виртуальной поликлинике. Здесь студенты-медики отрабатывают навыки ведения приема и общения с пациентами. Например, сейчас ко мне придет скандальная пациентка. Объясните, почему я должна сидеть в этот час, когда у меня в талоне написано время? К вам заходит кому не лень и все по делу. Нас, пожилых, вообще за людей не считаете? Еще одна новинка с МГМУ разработана для обучения сотрудников железной дороги. В виртуальной реальности они могут научиться проводить осмотр вагонов, выявлять дефекты механизма и даже провести небольшой ремонт. В реальности сборка-разборка учебной пары происходит на базе учебного депо. Поскольку это производственный объект, то есть там происходит реальное обслуживание, реального подвижного состава, высокая вероятность травматизма и студенты очень сложно воспринимают информацию, поскольку звуковое загрязнение присутствует. Соответственно, мы создали тренажер, который позволяет индивидуализировать процесс обучения. В виртуальной реальности проводят и психологические тесты по подбору персонала, проверяют способность человека работать в условиях стресса. Во время выполнения тестов от датчиков ничего утаить не получится. Они фиксируют каждое движение, следят даже за зрачками человека. Работодателю это поможет узнать, насколько человек многофункционален и даже определить склонность к коррупции и зависимостям. Специалисты считают, что эта разработка будет эффективна, например, в предрейсовом освидетельствовании водителей-дальнобойщиков, для того, чтобы зафиксировать замедленные реакции и в итоге избежать трагедии на дорогах, а также во многих других сферах. В ближайшее время эту разработку на вооружение возьмет одна из передовых компаний России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.